Добродетель, который не осуществляется в Знании, не является добродетелью. Скажут, а, его можно эксплуатировать. Хорошо, хорошо, он добренький. Давай из него все выводим, все его ресурсы, он же добрый. Все, постепенно обкрадем его. Нет, вы должны не людям служить, а служить Богу, служа людям, проповедовать им. Перейдите сюда, дайте им знание. Скажите им, что вы живете как животные. А нужно жить лучше. И что такое лучшая жизнь? И что такое невежда, что такое страсть, что такое добродетель, что такое Бог? И что такое карма? Вот это вот первый, первый шаг в служении. Если вы будете просто исполнять их желания, они вас будут эксплуатировать. Они не оценят это все. Не знаю, вот это глупый человек, с него можно да все вытянуть просто. Может быть, вы не слышали, но я рассказывал, когда-то в Мурманске, в начале 90-х годов мы открыли столовую бесплатную. Для пожилых людей, неимущих, ну это 90-е годы, представьте, рейкет, ну очень тяжелая ситуация была у людей. На самом деле, нечего было есть у многих пенсионеров. И деливация рубля, и перестройка, в общем, страшное время было. Им открыли столовую, и власти нам дали помещение, и даже бесплатно нам какие-то продукты давали, и там готовили. И 200 человек каждый день приходило есть туда, стариков и других. 200 человек каждый день. Ну, а я путешествовал, я уехал, через полгода приезжаю снова в Мурманск. И первым делом спрашиваю, ну как раздача пищи продолжается, все хорошо? А мне сказали, у нас напишет жалобу в исполком. Кто? Ну, эти люди, которых мы кормим. Почему? Ну, мы же вегетарианское все готовим. Ну, вот они сказали, что мясо себе забирают. Накатали у нас бумагу. И спросили меня, ну почему так? Мы же бесплатно это все делаем, бескорыстно, мы даже за это деньги не получаем. Это же благотворительная деятельность, и на нас еще и жалуются. Объясните, что делать вообще? И тут мне пришло на ум. Проповедуйте им сначала. Одновременно с этим, когда вы делаете благотворительность, проповедуйте, давайте им знания. Потому что эти люди остаются в невежестве. Вот она благотворительность. Почему люди отказываются от благотворительности? Если она в невежестве, нас будут эксплуатировать. Зачем мне нужна такая благотворительность? Я от нее отказываюсь. Поэтому высшая благотворительная деятельность – это распространять знания об абсолютной истине. А к этому же все прикладывается, все остальные формы благотворительности. Они разумные. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok